Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухтой, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. Свежий обзор для вас, ребят, с торговыми идеями, с разбором предыдущих торговых моих публичных рекомендаций. Я напомню, что данное видео выйдет на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер» сегодня, в воскресенье 20 августа, и на YouTube-канале компания «Маркетс». Видео продублируется завтра, в понедельник, 21 августа. Ну что ж, давайте начинать, и, как всегда, начнем со свежих торговых рекомендаций. Друзья, я вам предлагаю обратить внимание на валютный рынок. Сегодня будет две торговые идеи по валютному рынку. В принципе, торговые идеи актуальны, торговые идеи уже сформированы, можете открывать сделки уже с понедельника и работать в соответствующую сторону. Итак, первый инструмент из валютного рынка, на который я хочу обратить ваше внимание, это валютная пара доллар-франк. По доллар-франку уверенный локальный тренд, лонговый тренд, который у нас происходит за последний торговый месяц, фактически как раз первый импульс наверх по валютной паре юзычев у нас произошел в июле до 20-го числа. И сами видите, как неплохо уже локально мы себя отрабатываем в соответствующую сторону, то есть в сторону локальной восходящей тенденции. Что дальше? А дальше у нас продолжение. Продолжение восходящей тенденции подтверждается графически, и поэтому я вам рекомендую открывать лонги по данному инструменту от локального паттерна, который, соответственно, усилен и этой лонговой тенденцией. Поэтому торговые рекомендации для вас. Открываем покупки по юзычев. Ну, на самом деле, я еще во вторник на прошлой торговой неделе рекомендовала лонговать данную валютную пару. Если вы воспользовались моей торговой рекомендацией, вы уже сейчас в локальном профите, но я считаю, что инструмент еще себя не отработал. То есть инструмент еще на этапе консолидации, на этапе набора торговой позиции для импульсного выброса наверх. Поэтому можно дальше открывать покупки по доллар-франку выше свежего откатного уровня поддержки 0.875, консолидационный уровень, который у нас сформировался за последние 4 торговых дня по данному инструменту. Поэтому выше поддержки 0.875 секущих, либо еще какая-то у нас локальная будет откатная дневочка в рамках пятничного движения. Но, тем не менее, лонги подтверждены, лонги актуальны. Как я уже сказала, если вы еще ранее покупали USDCIF, то я вам еще во вторник, 15 августа рекомендовала лонговать данную валютную пару от поддержки 0.8750. Если вы открывали покупки, то сейчас вы уже в локальном профите и удерживаете лонг, потому что доллар-франк у нас продолжает смотреться наверх. Так, и следующая еще торговая рекомендация для вас, еще одна из валютного рынка, ребята, это фунт-доллар. Что по фунт-доллару? На самом деле фунт-доллар у нас сейчас добирает торговую позицию для импульсного пролива вниз. Я считаю, что по фунт-доллару у нас есть локальный паттерн, который имеет все необходимые элементы для того, чтобы открывать шорты. Защитное движение, которое произошло по фунту 8, 9 и 10 августа. После чего коррекционный рост. На текущий момент мы показали остановку этого роста в районе 1.2770. Остановили здесь свой локальный коррекционный движение и формируем торговую ситуацию для дальнейших продаж. У нас произошло по фунту уже локальное перекрытие коррекции на часовом таймфрейме. В принципе, дневочка 5 тоже неплохо закрылась. Закрылась чуть-чуть с давлением вниз, как мы видим уже сейчас. Поэтому с текущих можете открывать шорты по фунту и ожидать хорошего импульсного падения с перспективой на пробитие минимумов, которые у нас образовались в месяц августе в районе 1.2620 и ниже. Я считаю, что фунт еще сейчас набирает торговую позицию, консолидируется для того, чтобы продолжить локальную нисходящую тенденцию, образовавшуюся за последний торговый месяц, даже чуть больше по данному инструменту. Да, это сейчас коррекционная тенденция, то есть мы понимаем, что среднесрочный тренд по валютной паре фунт-доллар у нас восходящий, но тем не менее в сторону этой тенденции на шортовой тенденции локальной у нас образовался самый достаточный шортовый паттерн, который дает возможность дальше работать в сторону тенденции, то есть на снижение. И перспективы для падения я озвучила, это пробитие поддержки 1.2620 и ниже. Ну что ж, ребят, в понедельник уже можете работать в сторону роста американского доллара по отношению к швейцарскому франку и по отношению к фунту, поэтому можете открывать сделки и будем ожидать соответствующих реакций рынка уже в понедельник-вторник, потому что рынки уже готовы, рынки уже набрали свои торговые позиции. Рынки уже сформировали торговые моменты, которые, в принципе, должны дать закономерную отработку в силу наличия и подтвержденных комбинаций графических и в силу усиления тенденциями, которые, как я уже сказала, у нас сформировались и по доллар-франку, и по фунту за последний торговый месяц. Ну что ж, это были свежие торговые идеи для вас по валютному рынку. Из остальных инструментов сейчас не буду останавливаться, почему? Потому что нет ничего интересного. Если будут какие-то интересные паттерны, если будут какие-то интересные моменты по другим инструментам, по другим рынкам, я буду давать торговые сигналы в закрытом своем телеграм-канале «Вип Мария Кухта», где, кстати говоря, мы уже сидим в лонгах по доллар-франку. И также открыли продажи по фунт-доллару и ожидаем движения вниз. Будут какие-то еще торговые сигналы, обязательно буду давать в своем закрытом телеграм-канале. Также будут, если будут какие-то еще апдейты по этим инструментам, которые вы сегодня получили в качестве торговых рекомендаций, либо же будут какие-то еще интересные моменты по рынкам. Возможно, буду записывать еще видеообзоры, но вы понимаете, что видеообзоры с торговыми идеями я записываю, как правило, раз-два раза в неделю. А торговые сигналы, соответственно, я отбираю для своих подписчиков фактически ежедневно, анализирую рынок, смотрю, на какие инструменты стоит обратить внимание, на какие рынки стоит обратить внимание. Бывает, что интересен валютный рынок, бывает, что интересен, допустим, фондовые индексы или криптовалютный рынок. То есть это уже смотрим по факту. По факту смотрю, какая у нас сформированная и подтвержденная картинка. Если есть соответствующая комбинация, я даю соответствующие торговые сигналы в своем закрытом телеграм-канале вип-мария Кухта. И потом сопровождаю эти торговые позиции. Ну что ж, теперь давайте перейдем к анализу моих и разбору, вернее, моих предыдущих торговых публичных рекомендаций, которые вот мне получали на прошлой торговой неделе. Ребята, я сразу скажу, что на прошлой торговой неделе было два видео. Давайте посмотрим эти видео с торговыми рекомендациями. Значит, первое видео вышло в воскресенье, в воскресенье 13 августа. Торговые идеи евро-доллар, доллар-франк и Dow Jones. И следующее видео – это вторник, 15 августа, где я сделала апдейты по валютному рынку. И, в принципе, используя некие моменты из своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. А именно у нас произошла отмена сценария по валютному рынку, о чем я сказала в обзоре. Я уже, значит, соответствующие апдейты и правки, скажем так, в анализе внесла. Свой последний обзор, который вышел во вторник, 15 августа, и уже соответствующие торговые рекомендации вы от меня получили. Если вы воспользовались этими рекомендациями, на текущий момент вы уже могли на этих сделках неплохо заработать. Потому что, на самом деле, у нас в прошлую торговую неделю валютный рынок неплохо отработал продолжение роста американского доллара по отношению к другим валютам. Поэтому идеи отработались. И давайте сейчас посмотрим, как же отработались эти торговые рекомендации. И начнем, ребят, с валютного рынка. Так, индекс доллара – это первый инструмент, на который я бы хотела обратить ваше внимание. По индексу доллара во вторник, 15 августа, у нас еще дневочка не закрылась. Но, тем не менее, я озвучила свою дальнейшую позицию по дикте, сказала, что у нас здесь, ребят, произошла отмена шартового сценария, никаких продаж у нас нет. Я напомню, что по индексу доллара я еще ранее советовала вам покупать. То есть у нас здесь были некоторые локальные самодостаточные лонговые паттерны, которые давали неплохую отработку. И сами знаете, что если вы торговали по моим публичным рекомендациям, как отработались эти торговые идеи. Но потом я все-таки решила, что у нас был такой первый звоночек о том, что, возможно, индекс доллара у нас собирается разворачиваться в шорт. После того, как уже у нас произошла реакция на сопротивление 102,8 здесь в моменте, раз реагировали на эту ценовую зону, второй раз реагировали на эту ценовую зону. То есть я посчитала, что, возможно, у нас этот момент показывает окончание коррекционного роста и продолжение основной нисходящей тенденции, присутствующей в среднесрочном поддексе. Но нет, у нас произошла отмена сценария. Видите, как я использую динамичный анализ рынка, принцип динамичного анализа рынка. То есть каким образом анализирую график, как получаю информацию от рынка и что произошло по индексу доллара. Пробитие сопротивления, закрепление выше. То есть у нас понедельник, 14 августа, скрывается выше данной ценовой зоны. Поджатес наверх находился на тот момент индекс доллара. И 15 августа я уже вам советовала работать на покупочку по дикси от поддержки 102,75. Посмотрите, как мы локально уже себя отработали. То есть если вы открыли лонги, если вы все-таки прислушались к моей позиции, вы уже до конца торговой недели прошла. То есть пятница у нас показал новый локальный максимум и неплохую, неплохую краткосрочную отработку в лонг по индексу доллара. Но я считаю, что лонги на этом еще у нас не закончены. Ребята, если вы покупали, можете удерживать с покупки, потому что индекс доллара у нас дальше нацелен наверх. У нас уверенно удерживает локальную лонговую тенденцию. Поэтому все предпосылки для дальнейшего роста у нас здесь присутствуют. Поэтому публичная торговая рекомендация, которую вы получили по дикси во вторник, 15 августа, в моем видеообзоре, который вышел на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер, замечательно себя отработала краткосрочно. Что по евро? По евро-доллару, ребята, то же самое. То есть, если еще воскресенье на прошлой торговой неделе, я все-таки, используя некие графические, скажем так, сигналы, некие графические моменты, я все-таки посчитала, что сохраняются шансы для завершения коррекционной нисходящей тенденции. И посоветовала вам рисково работать на покупку по евро-доллару, хотя я отмечала, что у нас еще перекрытия, коррекции локально нет, то есть коррекцию желательно импульсно перекрыть, вот тогда можно будет уже работать в лонг. Я имею в виду коррекцию в рамках самодостаточного лонгового паттерна. Но нет, что по евро? По евро у нас тоже произошла отмена лонгового сценария, и об этом я вам также сказала публично в видеообзоре на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер. То есть этот видеообзор также вышел во вторник, 15 августа, и в соответствующем видео я вам уже советовала шартить евро. Что произошло по евро и почему у нас произошла отмена лонгового сценария? Посмотрите, евро-доллар показал локальное давление вниз. После этого давления одна коррекционная дневочка внутренняя, которая подтвердила вот это падение. Таким образом, здесь у нас сформировалась локальная ситуация, которая подтверждала дальнейшие шарты. Ну, по крайней мере, направление шартовое по евро здесь четко можно было увидеть. Итак, по евро-доллару вторник, 15 августа, сопротивление 1.01050. Мы еще здесь торговали в тот момент в зеленой зоне. То есть пока, когда я записывала обзор, можете посмотреть этот видеообзор. Вот, когда я записывала видео, значит, евро еще торговалось в зеленой зоне. Если вы зашартили евро-доллар, по моей публичной, ребят, торговой рекомендации, до конца прошлой торговой недели вы уже могли неплохо заработать на продажах. То есть евро-доллар фактически с текущих показала свое дальнейшее снижение. И неплохая отработка у нас произошла краткосрочная. Ну, я считаю, что падение на этом не закончено. Евро-доллар у нас еще дальше смотрится в шорт. Евро-доллар у нас неплохо сжимается локально вниз. Поэтому, если вы шартили по моей публичной торговой рекомендации, удерживайте продажи, потому что евро у нас дальше нацелено вниз. Так, доллар-франк – это еще одна торговая идея для вас, которую я рекомендовала торговать во вторник, 15 августа. Давайте посмотрим. Значит, вот эта дневочка у нас. Это локальный лонговый паттерн, усиленный лонговый паттерн, который у нас усилен предыдущей лонговой тенденцией. Краткосрочная тенденция, возможно, коррекционная тенденция, потому что все-таки тренд у нас основной, среднесрочный, у нас шартовый по ее звучит. Но, тем не менее, я здесь вам посоветовала лонговать данный инструмент выше поддержки 0,8750. Я сказала, что, ребята, у нас текущая консолидация позиций подтверждает предыдущий у нас импульсный рост, предыдущие защитные движения. И, таким образом, подтверждает продолжение локальной восходящей тенденции, присутствующей за последний торговый месяц по доллар-франку. На самом деле, значит, весь свой анализ, ребята, я провожу по своей аторской торговой стратегии защитный трейдинг. Возможно, что-то непонятно. То есть, если непонятно, если есть какие-то вопросы, вы можете задавать, во-первых, в комментариях свои вопросы. Во-вторых, если интересно, можете обращаться ко мне в личку и записываться на индивидуальные курсы обучения. То есть, на обучении я уже все подробно расскажу, каким образом анализирую рынок, каким образом получаю информацию от графика. Но, тем не менее, вы сами видите мою работу с графиком, видите мою работу с рынком. То есть, если у нас происходит отмена сценария, что у нас и произошло фактически по евро-доллару и доллар-франку, то, соответственно, я об этом вам говорю. По доллар-франку, да, произошла отмена шартового сценария. То есть, если еще на прошлых выходных, точнее, на прошлых выходных, значит, я вам советовала пробовать шартить, но я сказала, что очень-очень осторожно, ребят, потому что здесь есть попытка сформировать шартовый паттерн, но очень слабенькое перекрытие. И вы видите, что вот в понедельник и вторник они показали отмены шартового сценария. Поэтому нужно быть гибким на графике, нужно быть на рынке, нужно быть гибким в плане анализа рынка, в плане подхода к анализу рынка. Не стоит, значит, зацикливаться на каких-то торговых идеях и до последнего их торговать. Просто нужно анализировать адекватно рынок. Если происходит отмена сценария, я не боюсь об этом сказать. То есть, если я, допустим, ошиблась по рынку, да, какие-то моменты еще у нас не были сформированы до конца, но, тем не менее, уже подсказки следующие я увидела в дальнейших закрытиях дневок, в дальнейших консолидациях и так дальше, то я это учитываю как в своей торговле, так и для своих подписчиков в закрытом канале, так и для вас публично. Собственно, именно поэтому я публично вам посоветовала лонговаясь доллар-франк уже во вторник, 15 августа. Поэтому, ребят, еще раз подписывайтесь на мой YouTube-канал Мария Кухта Трейдер, индивидуальный YouTube-канал, где вы всегда будете видеть, если происходят какие-то изменения по моим предыдущим торговым рекомендациям. То есть я, как правило, делаю апдейты, и если вижу, что картинка меняется, если вижу, что что-то нужно еще учесть в данном случае, то я об этом информирую своих подписчиков моего YouTube-канала Мария Кухта Трейдер. Торговые сигналы с сопровождением, с четким ценовым уровнем постановки стопа и так дальше, все это вы будете получать, если подпишетесь на мой закрытый телеграм-канал Вип Мария Кухта. Поэтому доллар-франк покупки 15 августа, отработка уже до конца пятницы. А мы в закрытом канале тоже сидим уже в лонгах по доллар-франку. Но, ребят, как я уже сказала вам сегодня, в первом блоке, когда были торговые рекомендации, да, я сказала, что доллар-франк у нас дальше нацеллен наверх, можно с текущих работать в лонг. Поэтому, если вы еще не открывали покупки, если вы не воспользовались моими публичными торговыми рекомендациями, которые я, соответственно, вам давала во вторник на прошлой торговой неделе, то сейчас можете это сделать и открывать лонги по USDCIF. Значит, видите, как отработалась предыдущая торговая рекомендация, видите, каким образом я делаю, значит, апдейты по инструментам, каким образом я использую динамичный принцип анализа графика. И если вы следите за моими обзорами регулярно, вот сами можете убедиться в том, что моя торговая стратегия, мой подход рабочий к анализу рынка, я имею в виду. Возможно, если вы, допустим, смотрите меня не очень часто, да, вы, возможно, не понимаете, о чем я говорю, но если есть какие-то вопросы, как я уже сказала, можете задавать под видео, либо же можете мне в личку написать по поводу обучения. Всю информацию я вам предоставлю в индивидуальном формате. Обучение, ребят, веду я индивидуально, то есть лично с вами работаю и уже за время занятий, и не только, потому что мы с вами будем работать еще полгода после окончания занятий. За это время вы, в принципе, уже поймете все нюансы моего анализа рынка, все нюансы отбора торговых паттернов, все нюансы, понимание рынка, которые я использую и в своем анализе, и в своей торговле. И, соответственно, уже, скажем так, более четко сможете понять мой принцип работы с рынком и мой принцип работы, мой принцип анализа графиков. Так, и еще давайте посмотрим фунт-доллар. Фунт-доллар тоже я вам советовала шортить во вторник, но смотрите, фунт пока не отработал, фунт пока у нас еще находится в поджатке наверх, об этом я сказала в первом блоке сегодняшнего обзора, но идея актуальная, шорты в силе, шортить из текущих, то есть я сказала, что по фунту у нас сформированная картинка для дальнейших продаж, вы можете шортить фунт-доллар. То есть идея пока еще находится на этапе консолидации, на этапе набора торговой позиции, и, соответственно, ожидаю из этого шортового паттерна, я ожидаю дальнейшего снижения, импульсного снижения по валютной паре фунт-доллар, о чем я вам сказала сегодня в первом блоке сегодняшнего обзора, когда давала торговые рекомендации по доллар-франку и по валютной паре фунт-доллар. Так, это что касается валютного рынка, ребят, с вами видите, как отработались мои рекомендации, каким образом я, значит, работаю с рынком, каким образом я анализирую рынок, да, то есть если еще на выходных, в воскресенье у нас еще сохранялась одна картинка, то уже во вторник я увидела, что да, отмена сценария есть, соответствующую торговую позицию свою я высказала в публичном обзоре. Для чего? Для того, чтобы вы сами убедились, что все не постфактум, что, да, анализ, который я делала на воскресенье, он, в принципе, уже потерял свою актуальность в силу отмены сценария, в силу, значит, наличия неких других элементов на графике, которые показали отмен сценария и так дальше. То есть это все озвучило публично. Так, ну и, ребят, еще Dow Jones, Dow Jones то же самое, по Dow Jones у нас отмена сценария произошла, то есть я вам советую лонговать Dow Jones еще в воскресенье на прошлых выходных, но видите, что по Dow Jones отмена сценария, импульс вниз, закрепление ниже поддержки, 35,050, поэтому лонги уже не были актуальны, и, соответственно, здесь у нас торговая идея не сработала, потому что отмена сценария произошла, и, как вы видите сами сейчас, на текущий момент Dow Jones у нас показывает импульс на снижение, и, скорее всего, этот импульс, это уже такой локальный заходной импульс, в сторону которого дальше можно будет работать, если у нас сформируется подтверждающая локальная комбинация. Так, ну что ж, ребята, у меня на сегодня все, если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте подписаться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер», для того, чтобы всегда получать, вот как сегодня, так как сегодня я озвучила для вас, всегда получать вовремя апдейты, вовремя торговые идеи, торговую рекомендацию по основным финансовым инструментам, я напомню, что я анализирую все рынки, валютный рынок, криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовый индексы, металлы, товарно-серьевой рынок. Если есть хорошие какие-то паттерны, если есть хорошие подтвержденные комбинации, об этом я говорю в своих публичных обзорах. Больше торговых сигналов, больше торговых идей в закрытом канале «Мария Кухта». Если интересно, подписка на мой закрытый телекрам-канал, ребят, пишите мне в личку, и все информацию по подписке я вам предоставлю в индивидуальном формате. Также не забывайте подписаться на мой открытый телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер». Кстати, в открытом телеграм-канале по поводу доллар-франка и фунта, посмотрите, я еще в пятницу сделала пост, в котором написала, что торговая идея актуальна, это касательно покупки доллар-франка и продажа фунта, также торговая идея актуальна. То есть в телеграм-канале «Мария Кухта Трейдер» в открытом телеграм-канале вы также получаете апдейты по моим предыдущим торговым рекомендациям. Здесь также я дублирую свои видео-обзоры с торговыми идеями, показываю, как я работаю в закрытом канале, показываю, как работают мои ученики, то есть сделки учеников также показываю. Поэтому, ребята, подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер», и также будете получать и хорошую, качественную информацию по трейдингу, торговые идеи, аналитику, торговые рекомендации и, соответственно, апдейты, если у нас формируются какие-то изменения по тем или иным инструментам, по которым я давала публичные торговые прогнозы. Еще раз, ребята, интересует мой подход к анализу рынка, интересует мое понимание рынка, индивидуальные курсы обучения предлагаю. Кому интересно, пишите мне в личку, все мои контакты есть под видео, в телеграме лучше пишите «Собака Мария Кухта». Отвечаю фактически очень быстро, потому что максимально стараюсь быть на пульсе со своими зрителями. Максимально стараюсь, значит, уделять внимание также своим ученикам, то есть если есть какие-то вопросы даже на выходных, даже в вечернее время, я стараюсь максимально быстро отвечать. По поводу обучения, как я уже сказала, 8 занятий индивидуальных. На этом наше с вами общение не заканчивается, то есть еще полгода вы будете, сначала обучение, полгода вы еще будете находиться в моем закрытом телеграм-канале «Вип Мария Кухта». Для чего? Для того, чтобы вы видели, как отрабатываются те паттерны, которые мы с вами будем проходить на обучении, как я понимаю рынок, каким образом действую, когда у нас происходит отмена сценария, каким образом сопровождаю торговую позицию. То есть вы сможете учиться, видя торговые сигналы, видя торговую аналитику в моем закрытом канале «Вип Мария Кухта». Также в индивидуальном порядке продолжаю работать. Если есть вопросы от учеников в Телеграме, вы мне пишите в личку, и я отвечаю на ваши вопросы. Если есть что-то нужно, допустим, какие-то сделать правки по анализу рынка, либо правки по торговле, то эти моменты всегда с удовольствием я со своими учениками прорабатываю и помогаю в этом плане для того, чтобы действительно выйти на хороший результат, действительно выйти на хороший уровень понимания рынка, и чтобы мои ученики на этом могли заработать. Ребята, благодарны за просмотр. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо за ваши предыдущие комментарии, отзывы, реакции, вопросы. Я напомню, что если есть у вас вопросы по инструментам, если есть у вас вопросы по любым инструментам из любых рынков, можете писать тикеры в комментариях, и я обязательно буду отвечать на своих следующих обзорах. Проанализируйте инструменты, которые вам интересны. Жду от вас свежего фидбэка, жду от вас свежих реакций, отзывов, лайков. Буду благодарна за репост. Всем хорошего дня, прибыльной торговли, и до скорой встречи.